Название рассказа Людмилы Улицкой «Пиковая дама» отсылает читателей к повести Пушкина. Мы помним, что у Пушкина «Пиковая дама» прежде всего карта, что подчеркивается и эпиграфом к повести «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. А в рассказе Улицкой ничего не говорится ни о картах, ни о карточной игре, и при этом в названии слово «дама» написано с прописной буквы. Возможно, Улицкая намекает читателю на то, что ее героиней будет не просто женщина, а женщина в высоком смысле этого слова – дама. Но читатель, помня о пушкинской графине, сталкивается с неким противоречием. Как же «дама» может излучать тайную недоброжелательность? Как же «пиковая дама» может быть дамой? Попробуем и мы с вами приоткрыть эту тайну, разгадать загадку названия повести, обратившись к ее главному образу – образу Мур. Улицкая выстраивает образ Мур, подчеркивая ее двойственность, неоднозначность. С одной стороны – внешность прекрасной дамы, но с другой – с внутренней стороны – перед нами дьяволица. Мур обладает нечеловеческой красотой, нечеловеческим обаянием, и в этом ее сила, сила, которая притягивает к себе всех – мужчин и женщин. Каждый из персонажей рассказа Улицкой на себе испытывает притяжение властной женщины и не может освободиться от ее чар. В чем же сила Мур? Над этим вопросом и заставляет задуматься Улицкая не только читателей своего рассказа, но и вторую героиню – дочь Мур Анну Федоровну. Вспомним о пушкинской графине. Графиня в молодости тоже была необычайно красива, и в этом была ее сила. Но молодость ушла, красота была утрачена, графиня превратилась в безобразную старуху, но силу красоту заменили ей деньги. А Мур? Мы видим, что Мур вовсе не богата, однако в 94 года она по-прежнему не теряет своей власти над людьми. Это загадка. В чем сила Мур? Давайте попробуем разобраться. Пушкин не посвящает читателя в любовной истории графине. Не это в центре его внимания, да и графиня не главная его героиня. А вот в центре рассказа Улицкой находится именно Мур. Ее необычайная сила – загадка, которая притягивает и писательницу, и дочь героини. Вся жизнь Мур от юности до старости – сплошное любовное приключение. Но слово «любовь», приложимое к этой женщине, означает только похоть, животное желание. Не случайно Анна Федоровна, вспоминая о похождениях матери, уподобляет их собачьей свадьбе. Мур меняет любовников, никому не привязываясь. Они только вихи на ее пути, спасательные круги, которые помогают ей выплыть в любую бурю времени. Революция, голод, репрессии, океан-бурь проносится над головой Мур. А она в глубине этого океана, и до нее не долетает ни отзвука. Зять Мур, Марек, сравнивает ее с пиковой дамой. Он говорит о ней, гений эгоизма. Пушкин с нее писал. Гений здесь означает дух. То есть Мур и воплощает в себе чистой воды эгоизм, без каких-либо других примесей. Сходных черт у пушкинской графини и Мур действительно много. Это и эгоизм, это и когда-то удивительная красота, а теперь безобразие. Но главное еще и в другом. Мур, как и графиня, не может жить в одиночестве. Ей необходимы люди, потому что именно они – источник их силы. Сначала Мур необходимы мужья и любовники, а потом, когда уходит молодость и красота, и наступает не просто старость, а уже дряхлость, ей нужны и сестры, а потом дочь, а потом и внуки. Улицкая так организует композицию рассказа, что мы постепенно узнаем о тех людях, чьи жизни были принесены в жертву благополучия Мур. И каждый раз проявляется одно и то же качество. Мур обладает такой властью над людьми, что они служат ей беззаветно, принося свои жизни в жертву, возлагая их на алтарь великой богини. В чем же сила этой женщины? На чем держится ее власть? Об этом размышляет Анна Федоровна, которая, в отличие практически от всех персонажей рассказа, знает цену своей матери. Она понимает, что Мур – пиявка, которая присасывается к людям и пьет их энергию. Будучи хирургом, врачом, Анна Федоровна умеет наблюдать и делать выводы. И она со временем научилась понимать, что нужно избегать скандалов. И даже научилась их предотвращать, хотя удается ей это далеко не всегда. Она знает, что для Мур важно не исполнение ее желания, а как раз наоборот – возможность устроить еще один скандал, накричать, вывести человека из себя и получить порцию долгожданной негативной энергии. Помните, Улицкая подчеркивает, что Мур любит брониться площадными словами, не стесняясь никого, даже маленького Гришу. Она вторгается в любое жизненное пространство, заполняет его собой, требуя внимания к себе, требуя безропотного подчинения. И если это ей не удается, Мур ждет нового случая для нападения. Помните, Пушкин пишет о графине Анне Федоровне, что она не имела злобного нрава. А можно ли назвать злодейкой Мур? А можно ли назвать злодеем хищника, который убивает, чтобы жить? Пушкин не отказывает графине в праве называться человеком. А вот героиня Мур скорее животное, потому что у нее нет никаких представлений о добре и зле. Она лишена какого бы то ни было нравственного начала. У нее есть только одна цель – питаться человеческими эмоциями. Но почему же вся семья Анны Федоровны приносит свое благополучие, свой покой, свое счастье на алтарь Мур? Почему бы хотя бы один раз им не отказать Мур в прихоти, не выполнить ее желание? В конце концов, как говорят многие читатели, не отправить ее в дом престарелых? Но дело в том, что героиня Улицкой Анна Федоровна обладает удивительными качествами. Стержень ее характера – чувство долга и милосердия. Каким-то образом она впитала именно эти качества, переняла их от своего отца, тоже врача. И теперь она выполняет свой дочерний долг, так, как его понимает. А Мур прекрасно осознает, что имеет дело с людьми, для которых чувство долга и совесть – не пустой звук, что она может ими манипулировать. И получается, что Анна Федоровна не только свою жизнь принесла в жертву матери, но и своих детей превращает в тени в царстве Мур. Смерть дочери не вызовет у матери никаких эмоций. Главное – бунт подавлен, порядок восстановлен. А кто займет место Анны Федоровны у плиты, Мур не интересует. Чудо не произошло. Добрый волшебник Марек не смог победить пиковую даму. И место матери безмолвно занимает ее дочь Катя. Образ Мур – это образ хищника, зверя, черной дыры, которая впитывает человеческие жизни и никого не выпускает обратно. Графиня Пушкинская рядом с Мур – просто безобиднейшее создание. Ее образ за 200 лет словно укрупнился, увеличился и превратился в страшный образ хищника, питающегося человеческими жизнями. Но можно ли победить муж? Улицкая оставляет читателя с вопросами. Можно ли это сделать, не нарушив этическую норму? Или же жизнь никчемной старушонки можно пренебречь?